Шалом. Верующие в Мессию Иешуа говорят о Святом Духе очень по-разному. Одни вообще почти не упоминают его, так что создается впечатление, что они, вероятно, даже и не слыхали о его существовании. Другие, наоборот, говорят о нем с такой фамильярностью, что просто диву даешься. Ну и, конечно, между этими двумя окрайностями есть разные промежуточные варианты. Но не все ли равно? Мне кажется, что не все равно, потому что я убежден, что наше представление о Святом Духе крайне важно. Почему? Допустим, что Святой Дух — это нечто. Нечто безличное. Это не кто-то, а что-то. Не он или она, а оно. Например, вдохновение или помазание. Или что-то еще из этой серии. И оно, вот это вот нечто, оно, конечно, сверхъестественное. И из всей Библии ясно также, что Святой Дух имеет отношение к силе Божьей, откровению, пророчеству, вдохновению и прочим сверхъестественным вещам. И если Святой Дух — это некая сила, которая проявляет себя вот такими различными способами, если это сила, которая может помочь нам в жизни, то мы, конечно же, захотим что? Мы захотим овладеть этой силой и научиться пользоваться ей. Конечно же, при этом слово «оно» мы будем писать с большой буквы, ведь это, в конце концов, не солнце и не яйцо, а «оно». Сверхъестественное. Ну а дальше по вашему выбору. Сверхъестественное знание, сверхъестественное откровение, сверхъестественное помазание. Но суть дела не меняется. И отсюда, от такого понимания вещей до оккультизма и колдовства, мне кажется, всего один шаг. Теперь допустим, что Святой Дух — это не что-то, а кто-то. Что это личность. Причем, простите за косноязычие, не менее личностная личность, чем мы с вами, а то и более личностная. Я выражаюсь так косноязычно совершенно осознанно, но вы понимаете, что я не хочу уходить в философские дебри, то есть определять понятие личности. Так вот, допустим, что Святой Дух — это личность. Теперь мы с вами понимаем, что с личностью нельзя обращаться как с вещью или вообще как с чем-то, что ниже личности. С личностью нужно строить отношения, ее нужно уважать, нужно уважать ее индивидуальность, ее свободу, с ней нужно договариваться, как минимум. Теперь, если эта личность к тому же еще и божественная, то ей, разумеется, нужно подчиниться. То есть склониться перед ней, склонить свою волю, ну, разумеется, при условии, что у нас есть страх Божий. И нужно не пытаться овладеть ей, а позволить ей, и вот тут я чуть было не сказал овладеть нами, но это не совсем так, потому что мы тоже личность, хотя, возможно, скорее всего, личность другого порядка, если сравнивать нас как личность с личностью Бога. Но тем не менее, нам нужно как минимум смириться, подчиниться личности Святого Духа, если Святой Дух — это личность, и позволить этой личности руководить нами, вести нас, направлять нас, и научиться, соответственно, следовать за этим водительством, подчиняться ему. То есть это означает, что мы, уже не мы будем в первую очередь пользоваться этой личностью по своему усмотрению, а она будет главенствовать в нашей жизни. То есть ситуация диаметрально противоположная той ситуации, когда мы имеем дело с чем-то без личности, безличностным, с вещью. Эта ситуация не исключает, что Святой Дух будет нам помогать, однако отправная точка все равно принципиально другая. Теперь в центре уже не я, и то, чего я хочу, и то, что мне нужно, теперь в центре уже он, Бог. И я здесь не для того уже, чтобы устроиться в этом мире получше с помощью Бога, а для того, чтобы Бог осуществлял в этом мире свои желания, прежде всего в моей собственной жизни, а затем вместе со мной и в жизни других людей. И вот в этом деле Святой Дух, безусловно, всегда поможет нам. И, конечно же, одно из желаний Божьих, это чтобы мне было хорошо. Но что именно для меня хорошо, это решаю не я, или не только я, а прежде всего Бог, создавший меня. Добавим к этому еще один момент. Допустим, что эта божественная личность рассматривает вас и меня в качестве своего жилища, то есть в качестве храма Божьего. Писание говорит именно это, что Бог собирается жить не только посреди нас, как Он жил в Мешкане, то есть в Скине или в храме, а Он собирается жить в наших собственных телах. То есть мы, в общем-то, для этого и созданы, чтобы быть наполненными Богом и чтобы Его слава сияла через нас, как она сияла через Адама и Еву до грехопадения, и через Ешуа на горе преображения. И что божественная личность, которая хочет жить в нас, это Святой Дух. Допустим, эта идея что-то меняет? Конечно, она меняет представление не только о Святом Духе, но и о нас самих, о наших телах. Слова Павла «не оскорбляйте Святого Духа» приобретают совершенно новый смысл. Если Дух обитает не только в собрании верующих, но и в каждом из нас отдельно, то его можно обрадовать или оскорбить не только словами и поступками в наших отношениях с людьми, но также мыслями, фантазиями, желаниями, эмоциями и решениями. И люди, которых вы видите на улице, теперь уже не людишки, и каждый из них — это потенциальный храм Божий. А с храмом, пускай и потенциальным, нужно обращаться с величайшим почтением. Если Бог действует в нашей жизни посредством Святого Духа, как об этом говорит Писание, и Святой Дух — это не безликая сила, а личность, причем божественная, то это также говорит нам нечто важное о Боге. Он совершает свою работу в нас не только с помощью разных низших посредников, низших по отношению к самому себе, например, через ангелов, или посредством чисто естественных обстоятельств. Нет, Он не брезгует сам участвовать в нашей жизни самым непосредственным образом. Он послал Вам не только пророков, но собственного Сына, Мессию Ишо, свое божественное Слово, которое стало человеком. И Он не ограничился этим, но послал также и своего божественного Святого Духа. Другими словами, Бог хочет участвовать в нашей жизни всей своей полнотой. Между мной и им больше нет ничего и никого. Никакой завесы. Потрясающе. Не правда ли? Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Сиона.